А у нас наш мобильный корреспондент Елена Батурина... Тоже прикоснулась к прекрасному, тоже тема художников продолжается, господа. У нас уже есть связь с Еленой. Елена, есть ли вы с нами? День акварели, и наше утро началось очень ярко, в ярких красках. Рядом со мной Вика Северина, крымский художник. Она расскажет о технике, в которой больше всего предпочитает работать. Вик, с чем я сейчас работаю? Мы сейчас работаем с вами акрилом. Вообще, я предпочитаю работать маслом. Но так как у нас с вами такой экспресс-формат, и картина должна подсохнуть... Да, я очень спешу. Вы выбрали для этих целей акриловую краску. Но, в принципе, тот же. То есть мы сейчас накладываем масокки, мы пришли в акрил, пейзаж. Здесь будут горы, холмы, скорее всего, это крымский пейзаж, осенний, судя по цветам. Сейчас мы... Соответственно, еще настроение, да? Узлагаем эту сферу, как будто мы такими вот яркими цветами. Правда, настроение улучшается. Даже если вы не выспались, просто чуть-чуть прикоснуться к прекрасному, и все, настроение, вот уже улыбка, все замечательно. На самом деле, моя сестра профессиональный художник. Мне же с детства этой способности почему-то не досталось. Максимум, что я могу нарисовать солнышко, цветочек. Вик, скажите, вот, допустим, если я сейчас приду и захочу попробовать себя в этом прекрасном творчестве проявить, у меня получится? Не поздно ли мне начинать? Конечно, не поздно. Никогда начинать не поздно. Главное, в этом деле, только лишь желание. Если оно у вас есть, у вас непременно все получится. Пример, такой пример, как Ван Гог, как есть такие представители из знаменитых художников, которые вошли в историю, которые начали уже далеко за 20 и за 30. Поэтому у вас еще все впереди, вы можете даже еще... Главное желание. Я вот вчера только общалась с людьми на улице, и одна женщина говорит, у меня есть способности, я вот дождусь, когда выйду на пенсию, я обязательно этим займусь. У меня было бы таких, на самом деле, ребят, которые приходили брать у меня уроки, они на пенсии, и есть один мужчина такой, который как раз-таки решил заняться этим делом на пенсии, и у него очень успешно пошли дела. Сейчас он проводит выставки, какие-то даже продажи организуют. Ничего себе! То есть начать никогда не поздно? Абсолютно никогда. Друзья, мы вам желаем как можно больше ярких красок, и несмотря на серую погоду за окном, находить частичку прекрасного в нашей жизни. И во всем наслаждается замечательными произведениями искусства, а возможно даже и создавать их самим. Спасибо вам большое, Вика, за теплый прием. Студия? Студия с вами? Спасибо огромное! Это просто потрясающе! Нам прям хочется ворваться в студию к вам, девчонки, тоже вместе с вами порисовать.